Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. В публикации, лучше зачитаю название, ЕР и КПРФ идут ровно на выборы в Госдуму. Мы уже начали рассмотрение итогов выборов в Российской Федерации. На тот момент очень обнадеживающих итогов. ЕР и КПРФ по Дальнему Востоку действительно шли ровно. И было ясно, что при таком раскладе ЕР в Госдуме не светит не только конституционное большинство, но даже и простое. Но дальше произошло много интересного и много интересного в кавычках. А если без кавычек, то произошло много неприглядного. Точнее крайне неприглядного. На избирательных участках действительно творилось черти что и сбоку бантик. Подсчет голосов приостанавливался. Наблюдатели от оппозиции силой с помощью полиции водворились участков и список подобных мероприятий. Можно продолжить. Финалом апофеозом, конечно, стало так называемое электронное голосование в Москве. По обычному голосованию в Москве почти везде побеждали кандидаты от оппозиции. Но после оглашения результатов электронного голосования ни один кандидат от оппозиции в Москве вообще нигде не прошел. Если, например, говорить об известных кандидатах от оппозиции, то в Москве убедительную победу одерживали по домандатным округам Валерий Рашкин и Денис Парфенов. После оглашения результата в электронном голосовании они с треском проиграли. В Саратове, кстати, с треском проиграл еще один мегапопулярный кандидат от КПРФ Николай Бондаренко. И понятно, ни один нормальный человек в это не верит. Публикация, название лучше зачитаю. Рашкин в случае фальсификации КПРФ 20 сентября начинает массовые протесты. Мы уже затронули вопрос о том, что будут делать коммунисты в случае массовой фальсификации на выборах. Напоминаю, Валерий Рашкин обещал, что в этом случае КПРФ начнет бессрочные массовые протесты. И сразу, как и обещал 20 сентября, он попробовал их начать. Но народу на это его протестное мероприятие, увы, пришло немного. И сразу возникает закономерный вопрос, что дальше. 22 сентября, уже ночью, на своем канале на Ютубе, на него попытался дать ответ Владислав Жуковский. Ролик называется, название тоже лучше зачитаю. Произошел государственный переворот. Госдума нелегитимна. Выбор народа украден в субботу митинг. Он дал его из Иркутска, где встретился с бывшим губернатором Иркутской области, первым секретарем Иркутского областного комитета КПСС и теперь уже действующим депутатом Госдумы он в Думу таки прошел, Сергеем Георгиевичем Левченко. И тот, думаю, впервые озвучил, что КПРФ намерена предпринять. Понятно, Левченко заявил, что считает выборы с фальсифицированными и пригласил всех россиян в субботу, то есть получается 25 сентября, на всероссийскую акцию протеста. Вот как он об этом сказал. В субботу не только в Москве, не только в Иркутской области, по всей стране будет акция протеста. И мы приглашаем всех тех, кто видит, что творится у нас беззаконие, в Иркутской области, в его городе, в поселке, в районе, прийти на наши мероприятия в субботу, тогда, когда будет всероссийская акция протеста. И поддержать себя и нас, для того, чтобы Единая Россия, власть увидела, что с нами такие шутки не проходят. Что здесь можно сказать? На мой взгляд, данное мероприятие, безусловно, правильное и справедливое. Но есть один вопрос. Будет ли оно эффективным? Я, честно говоря, не уверен. То, что на мероприятие, организованное Валерием Рожкиным, пришло мало народу, увы, говорит о многом. В стране, да, все вернее, проявляются признаки революционной ситуации. В полном соответствии, кстати, с работами Владимира Ильича Ленина. Но, увы, пока только признаки. Революционная ситуация, увы, еще не дозрела в полной мере. А поэтому, думаю, вряд ли спонтанные акции дадут серьезный эффект. При таком раскладе нужны протестные акции, продуманные и хорошо подготовленные. И, на мой взгляд, здесь левым силам нужно тесно сотрудничать с командой Алексея Навального. Вот они, кстати, в отличие от коммунистов, это хорошо понимают. И Владимир Милов на канале Навальный Лайб уже призвал хорошо продумать, подготовить протесты и ни в коем случае не торопиться с ними. И, думаю, у команды Навального здесь куда более реалистичный подход. А я уже говорил, сегодня в России настоящим левым нужен стратегический и долговременный союз с настоящими правами. Поскольку настоящий враг, что у одних, что у других сегодня аполитаристы или номенклатура. Мой подробный ролик о том, что такое аполитаризм, будет на конечной заставке. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что на Западе очень осудят данные с позволения сказать выборы. А значит, Россия окажется еще большей международной изоляцией. А для простых людей это означает одно – жить будет все хуже и хуже. А из этого вытекает тоже одно – протестные настроения будут нарастать все больше и больше. Этими выборами номенклатура, думаю, только ускорила созревание революционной ситуации. А значит, не стоит торопить события. Номенклатура сама их поторопит. Я уже не раз говорил, как все это выглядит с позиции ноосферного мировоззрения, убежденным сторонником которого я являюсь. Мой вступительный ролик о том, что такое ноосферное мировоззрение, будет на конечной заставке. Плейлист же о моем романе «Темное пламя», в котором я подробно рассказываю о ноосферном мировоззрении, будет в подсказке. Против правды с позиции ноосферного мировоззрения есть только одно эффективное оружие – блокада информации. Но номенклатуре сейчас не по плечу установить в нашей стране такую блокаду. Для того, чтобы ее установить, нужно либо вообще отключить интернет, либо установить в нем жесточайшую цензуру. А это в ближайшие годы нереально. А это значит положение, что номенклатуры, что Путина и компании с каждым днем будет становиться все хуже и хуже. И эта фальшивая победа на выборах может не только оказаться для них первой, а она окажется ею, скорее всего. А значит, сегодня, на мой взгляд, главная подготовка к указанному развитию ситуации. И главное в этой подготовке, на мой взгляд, это налаживание указанного стратегического союза между настоящими правыми и настоящими левыми силами. И прежде всего, между здоровыми силами в КПРФ, а также командой Платошкина и командой Навального. А потом предельно эффективное использование информационных возможностей. Этих сил и информационных возможностей, прежде всего, команды Навального. Напоминаю, на каналах на Ютубе команды Навального сегодня подписчиков в разы больше, чем у команды Платошкина и КПРФ вместе взятых. И этот альянс, думаю, будет более чем перспективным, пока номенклатуре не удастся взять под контроль интернет. А в том, что в ближайшие годы им его взять под контроль не удастся, я уверен. Да, вот потом может быть поздно. Но именно поэтому сегодня так и важно, как и налаживание указанного стратегического союза, так и использовать указанных информационных возможностей. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, увидите на конечных заставках. Субтитры создавал DimaTorzok